В 2015 году отмечаем существенный рост количества опубликованных уведомлений по отношению к 2014 году. Прирост составил более 8000 уведомлений или 38% по отношению к предыдущему году. Количество решенных уведомлений за прошедший год выросло на 46%, количество запланированных уведомлений выросло на 25%, мотивированных отказов на 8%, уведомления со статусом в работе уменьшились на 18%. Самыми популярными категориями по-прежнему остаются благоустройство, это 34% от общего количества опубликованных уведомлений, и организация дорожного движения около 20%. Также популярна категория содержания и ремонт муниципальных дорог, жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт. Далее рассмотрим работу в системе органов государственной власти Республики Татарстан, лидеры и отстающие среди модераторов. Даша Каш, по вашему поручению, как всегда, все группы разбиты на две категории, это органы исполнительной власти и муниципальных органов, по трем группам, у кого более 500 уведомлений, от 50 до 500 уведомлений и менее 50. В группе более 500 опубликованных уведомлений находятся 8 министерств и ведомств. Только у Министерства труда и занятости социальной защиты Республики доли решенных уведомлений менее 50% и составляет чуть менее 40%. Связано это с необходимостью расходов, как раз мы видели на предыдущем докладе, о поинвестировании суммы в объеме около 9 миллионов рублей. Лидерами по количеству решенных заявок в данной группе являются три министерства, представленные на слайде. У них наиболее высокие показатели исполнения у всех более 90%, что является отличным результатом по итогам 2015 года. Особенно стоит отметить Министерство промышленности и торговли с результатом 96,4. У всех остальных министерств в группе более 500 уведомлений, а также положительные показатели превышают 60%. В группе от 50 до 500 опубликованных уведомлений у всех четырех министерств, их всего 4, доля решенных уведомлений превышает 60%. Лидером является Институт языка и литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова. Отвечают за уведомления, связанные с ошибками в названиях и надписях. Следующая категория. В группе менее 50 опубликованных уведомлений находятся 9 министерств и ведомств. У МЧС по Республике Татарстан на конец 2015 года не было ни одного решенного уведомления, всего лишь из трех опубликованных. У Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и Министерства по делам молодежи и спорта 100% исполнение. Министерство экономики, Государственная инспекция труда и Государственный комитет по закупкам для обработки уведомлений не поступало. Переходим к муниципальным районам Республики Татарстан. Представлен рейтинг муниципальных районов по доле решенных уведомлений. Также в группе более 500 опубликованных уведомлений здесь находится 6 муниципальных районов. У всех достаточно высокие показатели. Наилучший показатель у исполнительного комитета набережные Челны с результатом более 73%. Лидеры и отстающие в группе от 50 до 500 опубликованных уведомлений, всего в данной группе 17 районов, наименьший показатель показал Тукаевский район 48%, при этом это на практически 20% меньше результативность по отношению к 2014 году. В данной группе только у этого района показатели ниже 50%. Лидерами в данной группе являются 3 муниципальных района, у которых показатель превышает 80% Сармановский и Лавурский-Бавлинский. Стоит отметить, что у Сармановского муниципального района данный показатель вырос по сравнению с 2014 годом на 17%, у Илабужского чуть меньше, чем на 12%. В группе менее 50 лидеры отстающие представлены на слайде. Здесь находятся 22 района. Наименьший показатель у Отнинского муниципального района с показателем 41,2%. И это на 13% меньше, чем показатель этого же района в 2014 году.